здорово ребята новый день новая серия на канале мазайдели с вами иру мозаика мой инстаграм также называется мазайдели поэтому залетайте подписывайтесь там все выходит реально чуть пораньше но не так подробно и сегодняшний день начинаем с гольфа и наша цель на сегодня запуститься потому что вы помните в прошлый раз у меня начал глючить аккумулятор сходил в магаз на 2 минуты и не запустился посмотрим что будет сейчас тоже самое окей откатываемся немного назад и прикуриваемся от сята здорово добавил немного газку на сиате не спрашивайте как час покажу все запуск есть так вот я сделал газ холст все спасибо сядь вообще собирался еще съехать наверное по делам связанным с его коврами забрать но походу надо поехать и по гарантии показать окум свой звонился сервисным центром ребята сейчас выйдут наш у меня тестера нету посмотрим что там по утечкам может реально где-то гольф живет ток но я не думаю мне кажется реально может быть подклинил акум короче сейчас узнаем ситуация следующая тачку и не глушу потому что мне стремно что я не заведусь но и сейчас же надо будет проверять поэтому не глушим тачку откроем к поджидом ребят проверили аккумунной утечки утечек не обнаружено идем брать подменный аккумулятор я не знаю это будет надолго подменные или это пока этот будет диагностировать мы короче идем за другим спасибо очень дали мне вот такую варту восьмидесятку она вот где-то настолько больше чем мои прошлые пункты как его сейчас у меня вообще не знаю мы будем пробовать еще без шансов не влазит он совсем не влез поставили другой х башку он у нас идет шестьдесят двойка но этого нам более чем хватит на лето но на несколько дней на самом деле потому что это все пока временная подменка запустится не запусти сейчас проверим не снимал стол . короче все вопрос с окумом решен . запускается можно не переживать что завтра на фестивале volkswagen я буду как дебил прикуриваться проводами и теперь выдвигаюсь так как я проспал немного и мне везли коврики а я ведь не успел забрать выдвигаюсь за коврами сам эмо коврики да ребята через мозаида или инстаграм вы можете их не знать все ковры у меня тут и биться колина и биться которая будет пусто гонка заряженная дизельная все коля попросил без подпятника тут у нас штатные крепления и рядом 1 посаду 2002 год рестайлинг под пятничком красота все коврики забрал теперь я выдвигаюсь на гаражик валерки и у моя задача сегодня успеть до драга в липках затонировать тачку потому что завтра выставка и завтра не будет времени на тонировку а я хочу спрятать весь бардак у меня в багажнике потому что на выставке с этим бардаком вообще не вариант поэтому просто затонируем заднюю полу сферу и не так жарко будет и и покрасивее потому что пока что убирать бардак я не собираюсь багажник я еще не привел в чувство ну типа надо сделать все красиво там приехали можно смело глушить тачку не париться что я не заведусь короче вы смотрите спойлера нету лениса а почему а потому что у него вот это родной а вот это какой-то тюнь спойлер от леона а так он вообще классно должен стать слушай вообще ну смысле что у него посадочные очень классные универсальные ты прям выпилил здесь я понял подгонять надо будет он получается вниз смотрит короче надо будет как кастомай здесь знатно но прикольно будет классно жалко только что такая кодка сильная не буду париться там для ногтей жирно чтобы не понял ребята сегодня мы будем снимать для вас туториал как тонировать свою тачку бюджетно этого вам понадобится мыльный раствор и тонировочная пленка в данном случае силиконовая быстросъемная продается она по моему метр двадцать погонный и дальше режете столько сколько нужно вам на вашу полу сферу допустим первое что нужно сделать это в принципе приложить наружной стороной пленку снаружи стекла примерно пригладить и вырезать вам столько сколько нужно в гольфе втором тут резинки поэтому будет проблема запихать краешки под резинки мир в тачках посвежее типа ибицы и не только ибицы вообще все тачки по краям есть вот такие вот черные штуки то есть тут вот реально до багажника где-то такой зазор то есть вы можете очень не запариваться вот так вот вырезать и никто этого никогда не увидит ну а тут пузыри из-за силикона потому что он плотный будут полюбасу ребята ничего с этим не сделать я примерно вырезал это грубо а сейчас мы будем проходить этой карточкой и после этого уже вырезать ровненько по контуру стекла делаем ту же самую процедуру с другой стороны то есть приложили примерно отрезали дальше я обвожу маркером ну благо у меня там идет резинка уплотнитель то есть примерно с такой же каемочкой и то есть прям вот по ней я вдавливаю маркеры обрисовываю контур стекла если же это машина более нового покорения там все еще проще в данный момент у меня вырезана задняя левая и задняя правая стеклышко ну пленочка на стекла и в принципе уже можно залезать внутрь и клеить на мыльный раствор это все берем мыльный раствор я его здесь свое время намешал и берем пленочку которая будет на заднее левое стекло теперь нам нужно нанести просто много мыльного раствора сюда прям реально много потом еще даже добавлю когда мы смогли расположить стекло все таки так чтобы она у вас по всему периметру было закрыто пленкой можно обрезать лишнее еще кучу времени подгонов и нервов в принципе получаем вот такой результат не было стало было стало ребята совет вам выгоняете воду от центра и по всему периметру именно от центра так правильно и потом у вас не будет заломов и вздутий а сторона у меня наклеилась за 15 минут а первую я мучился наверно час раз на раз не приходит а сзади у нас сложнее за наличие двух спойлеров с наружной стороны здесь еще могу приложить пленку там уже никак поэтому прикладываю кое-как изнутри и примерно сейчас буду резать ну и жопка тоже затонирована стиль бещеный бещеный вообще по кайфу на самом деле покажу отсюда как то так пару часов работаем бывает даже и быстрее и ваша задняя полусфера затонирована и на самом деле уже чувствуется что сзади стало прохладней как минимум в такую жару просто тонировочка мастхэв но по закону запрещено к сожалению и пришло время выдвигаться на драг рейсинг в липке как едешь на гольфе впереди камера еще сзади peugeot 406 пытается меня прогнать ну вы поняли что сейчас будет ребята сцепа у меня буксует если кто-то не заметил еще ну я думаю все заметили да у меня стоит столовая сцепа а засыпься сделан максимальный ничего страшного мы все про это знаем просто я жду скоро другую сцепу и когда мы подкинем мощность максимально реализовываться а сегодня я хочу просто проехать и узнать свое время на слабой сцепе чтобы было с чем сравнить потом сейчас тестовый заезд как раз проверить телеметрию короче у меня выскочил из руки гольфобол ты лошара второй старт я сделал максимально плавный чтоб не зашлифоваться но по итогу с буксующей сцепой 14 9 ну а что ожидать реально здесь сцепа буксует нехер гоняться ребята но у нас уже есть результат как бы на буксующей сцепи на плохой резине и как бы мы знаем чему стремиться дальше уже запускают участников время пришло участников и зрителей и всех подряд а я что пошел за жилеткой буду снимать для вас заезды две башки тут вот что-то интересненькое сакса с выхлопом из капота короче боевая тачка стоит с тайканом поэтому понятно что тайкан выйдет всех тут сзади он жигули которая крутит ты таки аж по сухому красотка погнали снимать и семерочка gt и и квадратик силе что-то что-то стукануло что-то затрещало это нормально а там ремень по ходу заболтается а жители хондоводы прям хонда клуб здесь тут собрался прикольно прикольно желающих покататься не так много как хотелось бы пока что пойду еще раз может к одну не знаю с кем просто для себя кстати стуарегом только почему-то туры поздно стартанул привет а что-то не поехал 4 часа только на тур назад ничего себя было поломать понятно ну короче все равно на видосе видно только мой салон мне как бы интересно просто свое время узнать и вы никогда не видели что происходит там за кулисами на финише вот тут вот так вот устраиваются машины мы ждем когда нам дадут возврат и поедем все обратно кто-то что-то чинит кто-то просто сидит курит я речь такие вот движухи такая красота короче блин смотрите какие охеренные зеркала вот просто бомбисты сделали мне дико нравится ну и вообще тачка на стиле максимальном какая п 100 д насколько я знаю самый мощный вариант из теслы красивая прикольная на обвесах вся фигня что пошел я чек брать сколько я проехал интересно а ух улучшил базара нет может есть смысл еще раз проехаться всем сниму заезд двух тайканов не часто такое встретишь на старте просто нормальный особнячок если не дороже какой звук прикольный когда эти электро двигателей разгоняются тут еще и модуль с тонн и прикольно без этого никуда нет еще возврата пойду-ка я за руль на старте будем с джет набора джета 1 9 дизель примерно 200 сил время свое не знает и я не знаю свое время нормально так яркий джет набор за на старой джет набора я за тебя а 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 т а Продолжение следует... По ощущениям, забуксовался сильно. Наверное, все-таки 14.6 будет лучшее время, чем сейчас. Я в КЗ, может быть, кто-то здесь недавно и не в теме, но то, что я говорю про сцепу буксующую, да-да, скоро у меня будет другое сцепление, которое сможет реализовать все, что там насыпано. Сколько насыпано, пока мы не знаем, я не буду каких даже предположений говорить. Будет сцепа, будет стенд, будут цифры. Ну и также надо будет поставить нормальную резину, но пока у меня еще не съедена зимняя резина. Это моя старая скольта. Я не собираюсь тратить деньги и покупать новую, потому что, ну, типа, блин, я могу на этой машине передвигаться. Это у меня дейли-тачка. И как бы зачем мне менять шило на мыло? Я могу ездить на резине, которая есть сейчас. Да, она не гоночная, да, она беззацепная. Но машина строилась реально для себя просто. Ну и плюс, пофанится иногда покататься в драге. Поэтому резина будет покупаться только в том случае, когда уже закончится это. Сыду забирать чек, а тут по дороге встретил Женька Мегвиновича на его красивейшем гольфике. Ай, пушка! Понимали, здесь мотор 3.6. 3.6 от Шкоды. Привет! Привет. Какое время? Узнавал? Там 13.2, 13.4. Ну, вообще огонь. А вообще, какое своё лучшее по драге? 12.76. Космолёт? Там, когда 0.100 было из 5 секунд. Блин, ну кайфово. Всё, давай. Ставь новый рекорд. Женек поедет с этой пулей. Пулей Ситроэн Сакса. Кто кого? Ребята, что, ребята? Прикиньте, 14.4. Я улучшил время. И тут вопрос. Стартовать плавно, не буксуя особо, или же, наоборот, взрываться в буксе. Фиг его знает. Ну, короче, короче, короче. Наверное, нужно не останавливаться, а попробовать сделать время ещё лучше. Снимем Женька. Шлифовался, но время покажет какое. 13.3 вроде бы было. Ну, неплохо. Ну, вот видите, он говорит, 12.7 у него лучше. Это прям, ну, реально пушка. Ну, прикиньте, 3.6 здоровенный мотор в эту малютку. Это прям кайфово. А это полетел Саксо. Нифига его шмакнуло там, ближе к финишу. Опасно. 12.08. Нормально, амае. В общем, я снова в тачке. Едем с Теслой. П100D, кстати. Ну, тут без шансов, но фо-фан. Почему бы и не прокатиться. Нормально красивая. Руськи сделали чёрный, антихром полный. Чёрные диски, красные суппорта. Ну, короче, вот прям, прям отлично. Отлично. Сзади спойлерочек красивый. И оптика, походу, какая-то темнее. Классно. Красивая. Ну, вот еще такая красивая губа. Сприттер. Прям прикольно. О, какой кадр вообще красивый. Владелец Тесл сказал, что подписан на меня. И очень приятно, что меня смотрят не только там дизелисты, допустим, богодрочеры, а еще и владельцы таких автомобилей. Прикольно, приятно. Я опять, Света. Короче, вы поняли. Надо что-то делать. Надо делать там посадочное, чтобы шарик не вываливался. Блин, это косяк лютый. Я вторую втыкаю мне в руках. Я успеваю его еще положить все между ног и уже клацаю вот так вот. Блин, ну как-то нормально, конечно. Все, я думаю, на этом хватит. Уже гальфобол второй раз вываливается в руки. Наверное, надо завязывать. 14.4 я сегодня сделал время. Мне, в принципе, на самом деле даже его более чем хватило. Я, когда первый раз проехал 14.9, подумал, ну ладно, Сцепа боксует. А тут на полсекунды улучшил время, мне кажется, неплохо. Ну, плохо, но неплохо. Я иду за чеком, устал снимать время. Я думаю, 15.8. Вот сейчас посмотрим. Время даже с этим косяком, что я вытащил в руку на полношних кулисах и не втыкнул нормально четвертую из-за этого. 15.70, 0.7 точнее. 15.07. Ну, норм. Я думал, будет хуже. Петрукович. Да, сегодня он не на гольфе, сегодня он на ауди А3, которую забрали у Остапа. Это машина для жены, гражданская. Интересно ему просто узнать свое время, поэтому сейчас снимем сколько. Что-то, мне кажется, он как-то странно переключился. Ну, ладно, сейчас узнаем время. 16.8, ну да. Может, лучше это ауди, я уверен. Тарти 2М5 Competition. И на старте интересный пассант на фронте, смотрите. Такого не видел. Давай, давай, давай. Ха-ха. Нормально. Так я оказался даже быстрее пасека. Приятно. Красивый свой RS3 на старте. Очень красивая, аккуратненькая вся. Кто помнит раньше, в 2000-е гольф, в 2, желто-синий, двухцветный. Это его бывшая тачка. Время у RS3? 11.8. Норм. Старте снова злой фасад на фронтальнике с тем же Citroen. Так, что пока вот этот раз? Темно, фонари не включают. Чисто драк при свете фар. Я про это сказал, как свет дали. Ха-ха. Норм. Интересно, выйдет ли Тайкан из 10.4. Потому что 10.4 не едут стабильно, но я хочу, чтобы 10.3 было. 10.79. Ну давайте, 10.3. Блин, так хочу. Еще на старте вот этого Audi 80, полный привод и вот это вот крусавица редкота, которая просто нормально шпилин. Да что одна, что вторая на самом деле. Кстати, времена, вот, у вас кричит 25 секунд. А тут сейчас будет лютый, динь и громкий старт, закрывая уши. 12.92 и 14.40. То есть бочечка-то первая. Твой ГТИ Игорек на Audi A3. Странный звук у ГТИшки максимально. ВДТ-шный Гольф 3 с какой-то Audi вроде 2.0 турбо. Пойду спереди сниму. По звуку выхлопа вроде на переключении на второй немножко сдулся, но сейчас посмотрю время. 13.7, ну хорошее время, реально. Такая красивая 36-я. И жигули. Шестая прям вообще красивая. На спойлере, на фэнси-вайт диффузоре заднем. Очень хорошая. Мне нравится. Если бы у меня была BMW. Если бы у меня была 36-я, я бы, наверное, делал ее в таком же стиле. Только колеса тебе я еще жирнее впихнул. Ведь я ж люблю жирные колеса. И похер, что машина на них не едет. Главное, что стиль красиво и радуется глаз и свой, и людей в потоке. Молодец. Здесь снова машина и мотоцикл. Теперь M5 Competition едет с байком. Я не разбираюсь в байках, поэтому вообще вам не скажу, что там за объем. Ауди на большом кульке. Это реально такой звук выхлопа у нее. Как по мехе. Прикольно. Это выхлоп Subaru, если что. Но выхлоп прямо и вообще. Я не понял. У Subaru уже должен быть другой выхлоп, вроде бы. Но это не точно. Но это не точно. Квадратики. Ну что, старички трохи и едут. Нормально. Гольф 5. Походу тоже. Тот самый гольф, который был в видосе про чили-сервис. Прикольно. Не ожидал увидеть. Но диски те же самые. И тоже пятая будка. И тоже белый. И тоже черная крыша. А проехал он. А, ну и тоже дизельный. 17 и 2. Проехал долго. На старте Touareg. Я так и не видел его время. Сейчас посниму со временем. А где дым на ланче? Я не понял. Не надо на закат. На старте Audi 2.0T и VDT-шный Golf. Дизель. А, ауди сдулась на старте. А вот гольф молодец. Пошуршал. Стабильно. Стабильно. Интересно, кто кого. Это вот бэшечка красивая или это Audi красивая? 435i, X-Drive, Audi 2.0T. Ушуршала. Но, кстати, бэшка... И что и бэшка, что ауди обе не сток. Минимум BMW не сток. Прошивка. Симпатичный Леончик серенький на старте. Наверное, 1.8 Turbo. И шестерка BMW. Там не быстро вроде как. С которым я гонялся. И гольфик, который еще не гонялся, кстати. Просто человек первый раз на гонках. Не знаю, сколько проедет гольф, который ехал со мной. А то я не знаю. Утлендер и гольф, третий. Утлендер тоже, кстати, прикольно пуляет очень. Компетишн. Они вообще не компетишн бывают. А, кстати, вот эта компетишн это вроде нет. Но эта прогрела резину, а эта нет. Поэтому посмотрим, кто кого. Одиннадцать, 07. Одиннадцать, 0,7. Не компетишн. Одиннадцать, 07. РТП 100DX и Outlander Turbo. О, не сток Turbo. лапаса снова шестерка я запасе к полюбасу из бамперов облегченный ну что подружка ауди игольки ну что ребята на этом в принципе все кто был онлайн кто молодец прям нашел увидел оповещение о том что проводил стрим до последние 20 это мероприятие я проводил стрим вот не знаю зайдет вам она или не зайдет надеюсь что зайдет потому что в принципе мне было бы удобно делать для вас стрим из таких мероприятий потому что мы просто видим все не надо это монтировать и как бы это прикольно это как минимум прикольно поэтому если вам понравилось серии по-любому ставьте лайки больше мандаря пишите так далее если вам если вы видели стримы вам он тоже зашел тоже сообщите мне об этом чтобы я знал то есть смысл продолжать делать такой движение на этом серия все до скорых встреч пока а инстаграм база и дейли тоже заходите подписывайтесь а Субтитры сделал DimaTorzok